Христос Воскресе! Всех вас, дорогие Господи, братья и сестры, поздравляю с продолжающимся праздником Святой Пасхи. И сегодня у нас Пятое Воскресение после праздника Пасхи, которое носит наименование неделя, то есть воскресный день о Самарянке. Это дивная история, которую можно перечитывать, читаешь один раз, второй, третий. В этой истории встречи Господа нашего с Самарянкой у колодца очень много таких разных слоев, разных уровней и очень много назидательных мыслей, которые Господь через эту встречу преподает всем верующим. Мне хотелось бы напомнить, что в контексте тех воскресных дней, которые следуют за праздником Пасхи, все чтения, они не случайны, они о чем-то. Вот чтение прошлого воскресного дня, как мы с вами уже неделю назад об этом разговаривали, оно снова и снова напоминало нам о Божестве Господа нашего, когда мы созерцали исцеление расслабленного в купельне Вефезда, что означает Дом Милосердия. И вот сегодняшнее евангельское чтение, оно о женщине, которой Господь являет себя как Мессию. Она спрашивает, мы знаем, что придет некто, и Господь ей говорит, это я. Говорит, он простой женщине, не просто простой, а которой еще, так сказать, всякие грехи у нее были плотские. И вот эта женщина, которая вела с Господом нашим вот этот загадочный диалог о живой воде, она бежит в свое селение и так говорит людям, которые встречаются на ее пути. Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос? И после ее проповеди множество людей, множество самарян, которые, как мы с вами знаем из Евангелия, иудеи с самарянами как бы не общались, не пересекались, множество людей приходят, слушают Господа нашего, вот, и, так сказать, признают Его Мессией. И вот мне хотелось бы обратить особое внимание вот на эти слова евангельские, на слова женщины, которые она говорила, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все». Вот мне хотелось бы обратить сегодня внимание на слово «сказал», потому что слово, оно имеет огромную творческую силу. Мы читаем Слово Божие, и душа наша загорается. Мы слышим какое-то слово от человека, которого мы любим, уважаем, и бывает так, что от нескольких слов бывает достаточно для того, чтобы продержаться кому-то месяц, кому-то год. Кто-то всю жизнь вспоминает какие-то короткие слова, которые нам говорили люди праведные, но эти слова, которые были сказаны с силою, они способны изменить всю жизнь. И сегодня у нас, мы как бы с вами периодически обращаемся во время наших бесед к непростым временам, которые все мы с вами переживаем, и мне сегодня хотелось бы снова и снова наполнить об этой великой творческой силе Слова. Апостол Иаков говорит, «Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев, потому что гнев человеческий не творит правды Божией». Психологи нам на всяких разных умных сайтах, порталах сейчас рассказывают, что мы в непростое время не только живем, но и вот в том непростом времени, которое мы переживаем, тоже есть разные этапы, что ли, проживание, переживание. И вот когда мы думаем, что мы дошли до какого-то дна, то снизу мы слышим стук. И психологи нам говорят, что сейчас именно такое время, когда множество людей находится в таком состоянии непростом психоэмоциональном. Было какое-то время такого, мы сжались, когда начинался карантин, когда начинались непростые такие условия, мы какое-то время держались, крепились. Сейчас многие люди устают, устают просто. Кто-то устает от работы, кто-то устает, те, кто трудятся, кто-то устает от самоизоляции, кто-то устает от необычных условий, в которые он поставлен. И вот в этом состоянии всеобщей усталости Господь хочет от нас очень немногого, каких-то простых вещей. И вот в это непростое время я просто вас умоляю, как можно чаще благодарить Бога прежде всего и людей, которые нас окружают. Что проще сказать спасибо? Спасибо сказать ребенку, который что-то сделал. Может быть, то, что он обязан был сделать всегда, но сейчас он проявил некий такой энтузиазм и как-то вот сделал то, что больше должного. Можно поблагодарить жену, можно поблагодарить супруга за то, что они что-то сделали. Пусть даже это не нечто экстраординарное, но просто скажем слово спасибо, благодарю тебя. Вот потому что только через это мы с вами будем спасаться. Только через это мы будем выстраивать вот эти мостики, которые нас просто в физическом смысле слова приведут в будущее. Потому что если этого не будет, то будет у нас озлобление, будет у нас как бы недовольство. Святитель Игнатий нам такие дивные слова говорит в своей замечательной статье, которая называется «Слава Богу за все». Он говорит, как можно чаще произноси эти слова, как можно чаще, пусть даже сердце твое говорит обратное, пусть даже ум твой протестует против них, но вот это произнесение этих слов, механическое иногда даже, оно само по себе является спасительным. Потому что ты через это привлекаешь благодать Божию в свою душу, и Господь начинает действовать в тебе. И поэтому сегодня такое особое время, сейчас такое особое время, когда можно было бы сказать о многом, но мне хочется сказать о немногом, о том, что будем прежде и больше всего, как можно чаще стараться благодарить людей. Прежде всего благодаря Господа нашего, Бога, и благодарить людей, которые находятся вокруг нас, и которые что-то делают. Пусть они даже это делают неправильно, пусть даже корявые иногда делают, но иногда делают искренне. Мы иногда раздражаемся, но через это раздражение найдем в себе силы сказать эти спасительные слова. Спасибо тебе. А иногда, когда мы раздражаемся, можно сказать и такое слово «Прости меня», «Извини меня», пометуя слова старца из Древнего Патрика, который говорил, что «Всякий, кто говорит слово «Прости со смиреномудрием», он сжигает демонов». То есть слово, оно имеет творческую силу, и оно действует против бесплотных духов. Вот какая благодатная сила, благодатных слов, которые такие простые, и которые мы с вами, христиане, должны напечатлеть в своем уме, в своем сердце для того, чтобы поддержать наших близких и через это поддержать и себя в те непростые времена, которые Господь нам благословил проживать с вами. Всех вас поздравляю с праздником! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Сейчас, через несколько минут, мы совершим пасхальный крестный ход вокруг нашего храма с молитвой, с окроплением храма и всей нашей местности Святой Водой, читая строки из Священного Писания, которые снова и снова говорят нам о Господе нашем Иисусе Христе, распятом и воскресшем. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok